Я вам даже скажу так, я очень настороженно отношусь к бабушкам, когда они реализуют принципы ухода за ребенком. Главное, чтобы не умер с голоду и не замерз. Ну и все эти методы, типа банки-горчишники подышать над картошкой и попарить ноги. Это все мне не нравится. Но бабушки как объект, который будет делать ребенка человеком, который будет разговаривать с детьми, отвечать на вопросы детям, которые будут интереснее, чем игра в смартфоне, вот это прямо замечательно. Поэтому бабушки как участник педагогического процесса, это просто супер. Особенно здорово, я вообще считаю, чтобы этим всем заниматься именно во время прогулок на свежем воздухе. То есть бабушкам нужны физические нагрузки, а детям нужна человеческая речь. Поэтому дети выгуливают бабушек, бабушки разговаривают с детьми. Очень приятно. И на дедушек это распространяется точно так же. Чудовая инициатива. Я думаю, этим используется большинство детей. И сподеваюсь на это. Я тоже надеюсь на это, но, к сожалению, Антонина, это не так. К сожалению. И я, как человек, который все-таки 40 лет этим занимается, вижу устойчивую тенденцию к тому, что с детьми занимаются все меньше и меньше. Кстати, это проявляется... Вот наши сейчас, когда попадают за границу, и наши дети начинают ходить в школы, немецкие, итальянские, то они, наши, часто удивляются тому, что наша школьная программа намного проще, намного сложнее. Намного сложнее. Что у них все как-то... То, что они учат в третьем классе, мы уже выучили в первом, допустим. Понимаете? И вот мне кажется, что они там, в Европе, развитой типа, да, они быстро, очень быстро адаптируются по тому, что дети стали другими. Они умеют пользоваться технологиями, но плохо умеют общаться с друг с другом. Вот это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok